друзья привет меня зовут ваще давтян я предприниматель и бизнес-тренер плане почему это важно представьте вы затеяли стройку вот хотите построить загородный дом или дачу и вы предупреждаете всех кто кто занимается строительством вы договариваетесь о кирпичах а бетоне значит а возведение стен крыши и так далее если вы не спланируете то что произойдет к вам на стройку заедет бетономешалка и скажет куда это все вываливать а у вас еще не только клавана приедут кирпичи спросят значит вот мы привезли куда это положить его вместо того чтобы заниматься последовательно правильными действиями вы в это время складываете кирпичи вы думаете что делать с бетоном что нужно сделать нужно спланировать нужно определить что в начале во первых что я хочу построить что должно быть там какой котлован значит какой должен быть там бетон все это должно быть продумано и после этого мы только начинаем действовать план дня для большинства людей это вроде банальная вещь но все вы знаете что такое план я но почему мы очень часто не делаем потому что это осмысленная задача мост старается избегать осмысленных задач он старается действовать на автомате при этом у него минимальные затраты энергии и поэтому мы часто хватаемся за все что значит не приедет приехал бетон приехали кирпичи приехали ребята горят мы крышу возводим какая крыша и 7 еще котлован не вырыли поэтому мы очень важно все таки чтобы мы сели бы и спланировали поэтому садитесь и определяете начале мне нужен бульдозер мне нужен тот кто вырывает этот котлованность потом ребята которые поставят ополубку куда я буду заливать бетон и так далее поэтому логично что когда вы что-то строите у вас начале появляется проект а потом вы последовательно идете по этапам но почему-то мы в нашей жизни так поступаем редко почему потому что планирование это очень энергозатратная вещь и мы очень любим делать на автомате ну вспомните да вы приходите и мы у нас появляется коряк реактивное поведение же такая реакция на то что залетает снаружи то есть кто-то зашел горит у меня там письмо откуда-то сверху заходит за уж заходе там учитель не до коллеги задают вопросы прилетают какие-то сообщения вы реагируете мозг от этого получает кайф наслаждение почему потому что он не затрачивает энергию на планирование но при этом вы работаете очень эффективно очень важно планировать осмысленно я советую планировать два раза первый раз вечером когда вы анализируете свой день и определяете вот что вы сделали что не сделали что еще осталось да вот это перенесу на следующий день год а вот это наверное неважно хотя я почему-то там себе этом записала или записал но но я понимаю что лучше этим не заниматься вечером у вас появляется такое спокойном состоянии понимание что важно что не важно утром обязательно тоже продолжайте это планирование потому что ночью во время сна мысли структурируется все раскладывается по полочкам и вы немножко по-другому видите свой день и и к вам приходят еще и сайты чем важно заниматься поэтому обязательно утром тоже планета просто как вы написали список дел нужно их распределить по так называемой матрицы из и хауэра матрицы из и хауэра говорит о том что задачи бывают важные неважные срочные несрочные у нас получается четыре квадранта один квадрат неважные несрочные задачи что это такое но это такие эмоциональные вещи которые эмоциональные задачи которые к нам залетают по ходу дня например кто-то позвонил и причем кто-то может быть на пире и из родных и или там коллега что-то решила спросить и это абсолютно неважно она не относится к тому чем вы занимаетесь или например у вас возникло желанию долго работаете все мозг уже перенапрягся он хочет переключиться и вы думаете а дай-ка зайду в фейсбук дай-ка посмотрю что там происходит мире прочитаю новости и так далее это неважно несрочные задачи от них нужно избавляться потому что они дальше перенапрягают мозг и не дают результат неважные срочные задачи их нужно по максимуму делегировать их нужно передавать вот все что можно передать важно передать и заниматься только важными делами теперь переходим к важным задачам важные бывают срочные и несрочные понятно что срочные они больше в приоритете но проблема в том что срочные задачи это пожар это такой дедлайн и кризис значит надо быстро делать все бегают носятся иногда там не спишь ночью потому что это очень срочно и важная задача почему они становятся срочными потому что мы прокрастинируем их откладываем на потом мы занимаемся неважными задачами а это все опять же проблема планирования поэтому я очень советую разобраться со срочными задачами и стараться не доводить их до состояния пожара вот вот планируйте плане это я скажу в следующем ролике про золотой час планируясь таким образом чтобы этими задачами заниматься в определенное время ни на что не отвлекаясь а еще есть один такой очень простой инструмент это три гарвардских вопроса тоже можете использовать это некий аналог матрицы энзехаура то есть перед тем как чем-то заниматься задаете себе три вопроса первый вопрос насколько важно эта задача важна не из точки зрения там срочности а с точки зрения какой результат она даст второй вопрос который вы себе задаете chapel и должен этим заниматься ли я ли должен этим заниматься все что можно делегировать передавать другими пожалуйста передавайте отдавайте занимаетесь тем что даст реально очень классную результат третий вопрос можно ли это сделать за 50 процентов времени я заметил такую интересную вещь вот сколько времени я планирую на какую-то задачу обычно вот столько она и занимает ну то есть если я спланировал на пер три часа реальные можно сделать за полтора за два ну мы все знаем если напрячься и на что не отвлекаться то точно можно сделать в разы быстрее но так как у меня спланирована три часа мозг понимает что вот у тебя столько времени он растягивает это на три часа и я я даже иногда и не успевал на потому что всегда что-то еще выскакивается поэтому подумайте можно ли это сделать за полтора часа и обязательно оставляйте резерв резерв времени 50 процентов то есть половина вашего времени не должно быть запланировано потому что всегда возникают какие-то вопросы всегда какие-то звонки какие-то задачи какие-то проблемы возникают которыми вы должны заниматься поэтому очень коротко первое обязательно план дня утром и вечером второе по матрице из и хайера распределяем задачи важные не важные срочные несрочные и третье планируем только 50 процентов своего времени удачи друзья если вам понравилось это видео мне будет приятно если вы поставите лайк и оставите свой комментарий а а а Продолжение следует...